МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Географический факультет Таврического национального университета имени Владимира Ивановича Вернадского в этом году отметил свой 80-летний юбилей. В честь этого события, в честь воссоединения Крыма с Россией и воссоздания Крымского отделения Русского географического общества, 22 мая была проведена патриотическая акция – поднятие флагов Российской Федерации и Республики Крым, Русского географического общества и географического факультета ТНУ над вершиной горы Айпетри. Вообще любое покорение – это преодоление самого себя. Сегодня это праздник вдвойне, потому что начинается работа большой организации географического общества, Русского географического общества, Крымского отделения. Так что я считаю, это знаковое событие лично для меня, для Крыма, для студентов географического факультета, для крымчан. Уже более 150 лет, начиная со дня своего основания, экспедиции Русского географического общества исследуют Крым. В 1945 году на базе географического факультета был организован Крымский отдел общества. В настоящее время, продолжая славные традиции прошлых лет, огромное внимание уделяется культурно-просветительской работе среди молодежи. Одним из основных направлений деятельности общества является не только наука, не только экспедиции, но и патриотическое воспитание особенно молодого подрастающего поколения. И воспитание именно на том, о чем мы говорим, о чем мы называем Родиной. Члены Крымского отдела Русского географического общества, студенты и преподаватели географического факультета ТНУ с гордостью поднялись на вершину и поделились своими эмоциями и впечатлениями. Чувствую огромный подъем патриотизма, эмоции самые лучшие. Мы снова с Россией, нашему родному факультету 80 лет сегодня. В общем, на душе только радость, веселье и хочется кричать «Ура!». 26 мая исполнилось 80 лет профессору-доктору философских наук, заведующей кафедрой культурологии Таврического национального университета Диане Сергеевне Берестовской. Диана Сергеевна пришла работать еще в Симферопольский государственный университет имени Фрунзе в 1994 году. В 1996 году она решается возглавить кафедру украинской зарубежной культуры, а с 2002 года уже кафедру культурологии Таврического национального университета. В Перу Дианы Сергеевны принадлежат монографии, учебные пособия, многочисленные публикации по проблемам литературы, культуры, философии, синтеза искусств. С юбилеем Диану Сергеевну пришли поздравить не только ее коллеги, ученые нашего университета, но и коллеги из других крымских вузов. На торжественном заседании ученого совета профессору Берестовской вручили высшую награду нашего университета – золотую медаль имени Владимира Ивановича Вернадского. Администрация Таврического национального университета искренне желает вам здоровья, долгих лет активной жизни, творческих успехов. Пускай ваши ученики будут всегда достойны вас, а любимые люди всегда будут рядом. Пускай в будущем у вас всегда сходятся вместе желания действовать и возможность видеть результаты своего труда. За годы работы Диана Сергеевна воспитала не одно поколение культурологов. Создала ученый совет по защите кандидатских диссертаций. Осенью прошлого года Диана Сергеевна уже в 35-й раз провела научные чтения «Культура народов Причерноморья» с древнейших времен и до наших дней. В ученом мире Диану Сергеевну считают родоначальницей Крымской школы культурологии. Коллеги преподнесли своей заведующей необычный подарок. Высадили в ее честь в ботаническом саду ТНУ саженец сосны. Сосна – это одно из самых древних деревьев на Земле. Его энергетика подпитывает жизненные силы человека. Сосна у древних народов – символ плодородия, бессмертия, стойкости, вечной жизни. А в восточной философии сосна символизирует духовную мощь, мудрость вечную. Вот мы как раз думаем, что всеми этими качествами вполне обладает наша заведующая. Поэтому именно сосну мы решили посвятить ей в ее юбилей. Для своих друзей, коллег, студентов Дианы Сергеевны является образцом женщины-матери, бабушки, женщины-педагога, женщины-ученого. Многими нитями я связана со всеми сидящими здесь, с разными поколениями, которые для меня – мои самые близкие люди. Здесь много моих формальных учеников, кого я учила, кто учил диссертацию под моим руководством. А много таких коллег, которым я многим обязана. И вот то, что нас связывает, оно нерушимо. Я счастлива, что я могу приносить пользу прежде всего своей кафедре. В юбилей профессора Берестовской ее ученики, студенты, друзья и коллеги подготовили праздничный концерт, где звучали воспоминания Дианы Сергеевны, ее любимые песни, слова признательности и благодарности за ее многолетний труд и высокий профессионализм. У каждого вуза своя история, свои достижения и свои традиции. И, конечно же, люди, которые эти традиции создают. О новостях нашего университета, о наших преподавателях и студентах мы расскажем в наших следующих выпусках. Диана Первых, Дмитрий Кундрюцкий, Крым, Таврический национальный университет, специальное для телеканала «Просвещение». Сергей. Спасибо, Диана. А мы из Симферополя перемещаемся в Ставрополь. Иван Басачинский расскажет нам о новостях Северокавказского федерального университета. Приветствуем вас, Сергей, всех телезрителей телеканала «Просвещение». О событиях прошедшей недели смотрите в нашем дайджесте новостей. Будущие журналисты со всей России и ближнего зарубежья собрались в СКФУ на первую международную студенческую конференцию, посвященную медиаисследованиям. Это мероприятие было приурочено к 20-летию журналистского образования в ВУЗе. В первый день работы конференции участники представили свои доклады на пленарном и секционных заседаниях. Я много где участвовала и училась в том числе по обмену в Германии. Там участвовала в различных конференциях. Но здесь очень так прям все живо, с душой, открыто. И здорово, мне нравится. Прям фундаментальные исследования у ребят, интересно слушать. На второй день студентов ждали увлекательные мастер-классы, встречи с известными блогерами и представителями крупнейших региональных СМИ. А завершилась конференция традиционным подведением итогов. Кстати, работы друг друга оценивали сами участники, и именно они определили победителей в каждой из заявленных номинаций. Мы на результаты не влияли, потому что все-таки важно не только написать текст, но и важно его донести до аудитории и убедить вот эту научно-ориентированную молодую аудиторию, убедить в том, что твое исследование, оно существенное, оно важное. Многим студентам из КФУ это отлично удалось. Среди победителей и призеров оказалось немало представителей университета, впрочем, и гости не остались без наград и ярких впечатлений. СКФУ заключил договор о сотрудничестве с Республикой Шри-Ланка. С визитом университет приехал член Кабинета министров и официальный представитель президента республики. Договор о сотрудничестве предусматривает взаимодействие в образовательной, научной и предпринимательской сферах. Акцент в нем сделан прежде всего на подготовку специалистов в области высоких технологий. Сам университет, по словам господина министра, очень продвинутый. И как один из семи федеральных университетов, он действительно находится на должном уровне. Студенты, которые обучались уже ранее, в нашей Республике обучались в Советском Союзе, в России, они обладают хорошим уровнем квалификации, компетенции, поэтому можно сказать, что это серьезное образование. Удивительное студенческое шоу на прошедшей неделе привлекло внимание всей страны. Без скромности скажу, центром интереса всех россиян были студенты СКФУ. Именно они на Всероссийском фестивале «Студенческая весна» стали победителями в нескольких номинациях и даже взяли гран-при в одной из них. Когда высока, в фестивале принимало участие около трех тысяч талантливых студентов со всей России. В итоге решением жюри два вокальных коллектива СКФУ «Дебют» и «Созвездие» стали лауреатами первой степени. Еще два танцевальных коллектива «Экстрим» и «Смайл» – лауреатами третьей степени. Но настоящей звездой конкурса стала студия эстрадно-циркового искусства «Вертикаль». Ей присудили гран-при в номинации «Оригинальный жанр». После выступления ребят жюри аплодировала стоя. «Мы, когда получали гран-при на награждение, мы плакали. Мы стоя аплодировали, плакали. И мы были очень рады, что мы получили эту награду. И спасибо огромное всем, кто нас поддерживал. Другие коллективы, которые пришли на наши выступления, которые кричали, весь голос срывали свои голоса». Студенты СКФУ принимали активное участие и в региональной программе, которая заняла на фестивале первое место. Красочное 40-минутное шоу под названием «Пятая стихия. Студенческая весна» стало одним из украшений всего фестиваля. В родном вузе многочисленные успехи своих студентов, иначе как триумфальным, и не называют. «Сегодня мы еще не понимаем весь масштаб победы наших творческих коллективов, которые случились в Тольятти, потому что это действительно очень значимое достижение. Мне кажется, что вся Россия сейчас в разных уголках говорит, а есть же такой крупный вуз на юге России, СКФУ, в котором есть такие замечательные студенты». Сами ребята уже на следующий день после возвращения в Ставрополь приступили к репетициям, ведь только так можно оставаться лучшими и побеждать сильнейших соперников. Такой была неделя в Северокавказском федеральном университете. На этом я прощаюсь с вами и передаю слово телеканалу «Просвещение». Благодарю Ивана, а у нас на очереди Казань. Наши коллеги из Юнивер-Ньюс расскажут о новостях Казанского федерального университета. Всем привет! С тобой Юнивер-Ньюс – главные новости Казанского федерального университета. Сегодня я, Лилия Равилова, и мои коллеги расскажем о самых интересных студенческих новостях уходящей недели. Долгожданный творческий марафон под названием «Студенческая весна» подошел к концу. Победители выбраны, финальный концерт в Тольятти отыгран. Но главная интрига еще не раскрыта. Чем удивляла татарстанская делегация на финале «Студенческой весны» расскажет Марта Лукамина. Более тысячи зрителей собрались в концертном зале Поволжской государственной академии физкультуры и спорта для того, чтобы увидеть лучшие творческие коллективы республики, которые представляли Татарстан на российском фестивале «Студенческая весна» в городе Тольятти. Напомним, в этом году наша республика заняла первое место в общекомандном зачете. Галоконцерт был поделен на две части. Сначала искушенной публике была представлена региональная программа, с которой Татарстан занял второе место. В этом году в отборочных этапах «Студенческой весны-2014» приняли участие более полутора тысяч студентов из разных городов республики. Для них за месяцы подготовки «Студвесна» успела стать образом жизни. Январь в раздумьях, что мы брали в репетициях, март в выступлениях, апрель в республиканской «Студвесне», май в российской «Студвесне». Для меня весна – это с января. Делегация Татарстана на российском фестивале состояла из 114 человек. Они привезли республике 12 индивидуальных и коллективных призовых мест в рамках выступления в направлениях. Кое-что участники приобрели и для себя. Более эмоций позитивных, новых друзей, новые знакомства, опыт, огромный опыт. Зрители, пришедшие на концерт, не смогли не зарядиться позитивной энергией. Посмотреть на тех, кто принес творческую славу нашей республике, было очень интересно. Понравилось, что программа яркая, неординарная, и отобрали действительно самые лучшие номера, самые сильные. И этим мы и взяли российское субъективное весно. В рамках гала-концерта был назван обладатель гран-при по итогам участия в 22-м Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна». Им стал Казанский федеральный университет. Творческое время года подошло к концу. Впереди лето и заслуженный отдых. Но совсем скоро творческое студенчество Татарстана вновь соберется вместе, чтобы удивить Россию на студенческой весне 2015. Марта Луканин, Леонар Тавлитьяров, Универньюз. События в Казанском федеральном проносятся одно за другим. И рассказать хочется о каждом из них. Что интересного произошло на этой неделе, смотри в кратком экскурсе от Ралины Киряевой. Легкий мандраж перед защитой дипломной работы – это типичное явление для выпускника вуза. Но когда твой доклад слушает консул Республики Иран, волнение зашкаливает. В Казанском университете защитили свои дипломные работы 22 выпускника юридического факультета по магистратуре и бакалавриату. Господин Расул Шаян присутствовал на защите не случайно. Часть дипломных работ студентов посвящена правовым проблемам исламских стран. Старт защиты дипломных работ положен. На очереди другие институты и факультеты Казанского университета. Как и почему изменялась карта Европы в 20 веке? Что такое нация и самоопределение? И какую роль занимают ученые в глобальной политике? Ответы на эти и многие другие вопросы студенты Казанского федерального университета получили на лекции итальянского исследователя Стефана Бьенкини. Профессор Болонского университета посвятил свою первую лекцию национализму и самоопределению и привел немало примеров того, как политики умело перекраивали границы целых государств. В политических интригах он видит причины нестабильности во многих странах, но уверен, что с этим можно и нужно бороться. В преддверии первого Всероссийского молодежного фестиваля классической музыки «Музыка вокруг нас» возле Казанского университета появилась фортепиано, что вызвало у окружающих немалый интерес. Каждый желающий мог пробежаться по клавишам и наиграть знакомые мелодии. К необычному эксперименту присоединялись студенты, преподаватели и просто прохожие. Фестиваль «Музыка вокруг нас» — это культурно-образовательный проект, главными целями которого являются популяризация классической музыки, открытие новых имен и талантов. Много ярких событий уже произошло. И еще столько же ждет нас на следующей неделе. Хочешь узнавать новости первым — смотри «Универньюз» каждый день. А на сегодня у нас все. Сергей? Спасибо, Лилия. А мы движемся дальше. И у нас на очереди город Томск. На связи с нами выходит Александр Кубенин с новостями Томского государственного университета. Добрый день, коллеги. На этой неделе Томск посетил поэт Евгений Евтушенко. Легенда советской и российской поэзии дал концерт в ТГУ и встретился со студентами. 28 мая Евгению Евтушенко было присвоено звание почетного доктора Томского государственного университета. Подробнее расскажет Игорь Старовойтов. Хочу сказать огромное спасибо, во-первых, вашему университету, что он меня пригласил. Я был здесь уже последний раз лет 20 назад. Я пришел в 21 век. Под таким названием состоялся концерт Евгения Евтушенко в Томском госуниверситете. Это было первое мероприятие в рамках визита поэта в наш город. Евгений Евтушенко читал свои новые и старые произведения, общался со зрителями и вместе с творческим коллективом исполнял песни на свои стихи. Я не хочу, чтобы кто-то догадался, что нет любви хорошей у меня. Пришел в 21 век Евтушенко не только с запасом творческих идей, но и с желанием обратиться к новому поколению. Много слов было адресовано томской молодежи. После концерта и на встрече поэта со студентами каждый мог задать автору вопрос и получить автограф. Я от них тоже набираюсь. Они мне дают веру в жизнь, что необходимо. Я вижу, что есть поколения, для которых можно. Они готовы к тому, чтобы слушать, впитывать, чтобы быть лучше, быть культурнее, интеллигентнее. Последний день визита на торжественном заседании ученого совета Евгению Евтушенко вручили мантию почетного доктора ТГУ. По словам поэта, открытость и искренние отношения со стороны студентов и преподавателей вуза запомнится надолго. И, возможно, это не последний визит легендарного поэта в Томск. Первокурсники факультета журналистики ТГУ решили научить томичей говорить правильно. В рамках задания по фонетике они сделали около 50 плакатов. На них объясняется, как правильно произносить слова, в которых чаще всего допускаются ошибки. Существуют, конечно, такие слова, нормы, которые распространяются уже давно, но люди все равно продолжают делать ошибки. Это очень сильно бесит. Все говорят по-разному, и возникают противоречия и непонятки. Мы работали с орфоэпическим словарем, и когда мы узнавали, как некоторые слова произносятся, мы были очень удивлены. Но, в принципе, большинство слов мы знали до этого. Сейчас плакаты «Говорите правильно» можно увидеть в корпусах ТГУ. По словам организаторов, проект обязательно будет продолжаться. А листовки с правилами русского языка вскоре можно будет увидеть в книжных магазинах, общежитиях и в общественном транспорте Томска. 31 мая в Томске завершил работу 23-й международный кинофорум «Золотой Витязь». В этом году он был приурочен к 700-летию преподобного Сергия Радонежского. За нравственные идеалы, за возвышение души человека – таков, по словам организаторов, главный девиз «Золотого Витязя». Для того, чтобы человек оставался человеком, ему нужно никогда не забывать Бога, не забывать свою душу, не забывать вечность. И многие вот эти очень важные вещи и раскрываются в тех удивительных картинах, которые будут представлены в рамках кинофорума «Золотой Витязь». В рамках 10-дневной программы зрители и члены жюри посмотрели более 260 фильмов. Каждый день кинофорума включал творческие встречи с известными актерами и режиссерами. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Сергей? Спасибо, Александра. У нас сейчас на связи Красноярск. Наши коллеги из Сибирского федерального университета расскажут о своих новостях. Дипломы об окончании школы ученики получали из рук ректора вуза Евгения Ваганова. В этом году физмат-школу окончили 50 человек. Треть из них – отличники. Теперь у ребят есть возможность поступить на инженерные и математические отделения Сибирского федерального университета. Такие планы у большинства выпускников физико-математической школы. Ребятам пожелали больших успехов при сдаче государственного экзамена. Им предстоит показать все накопленные знания по русскому языку – математике, физике и информатике. Первый набор физико-математические классы при СФУ был в 2011 году. По углубленным образовательным программам с воспитанниками занимаются школьные учителя и преподаватели вуза. Занятия проходят как в учебных аудиториях, так и в университетских лабораториях. В СФУ прошла неделя английского языка с участием иностранных гостей. С носителями языка пообщались и студенты. Теперь они знают, как выучить английский быстро и эффективно. Подробности у Марии Таргонской. Открывает ЭСПВИК консультант Центра английского языка при посольстве США в Новосибирске Дженнифер Дептул. Ее тема – методы преподавания английского языка для специальных целей. Джереми Дэй – главный редактор популярного издания Cambridge English 4. Его книги и учебники можно приобрести в холле научной библиотеки университета. Каждое издание посвящено определенной специальности – английский для инженеров, медийщиков, экономистов. Он презентует методы преподавания английского языка. Студентов, конечно, волнует, как быстро и качественно изучить английский язык. Они с удовольствием бы купили такое пособие. Но Джереми советует побольше говорить на английском. Не знаю, для меня самое важное – это постоянная практика в говорении. Изучение грамматики и лексики тоже важно, но постоянное общение имеет большую ценность. Организатор недели английского языка, заместитель директора по информационно-грантовой деятельности Института филологии и языковой коммуникации СФУ Ирина Титаренко. Она считает, что нужно увеличить количество часов иностранного языка для физиков и химиков и использовать новые методы и технологии. Может быть, мы все-таки попробуем перейти на учебники с электронными платформами. Собственно, то направление, с которым сейчас продвинутые университеты мира работают. То, что называется, смешанное обучение. Мария Таргонская, Андрей Шицов, Новости ТВ, СФУ. В Сибирском федеральном университете состоялся финал Кубка ректора по мини-футболу. На турнире встретились сборные команды разных институтов СФУ – Факел и Левхам. За спортивным событием наблюдали наши корреспонденты. Второй год подряд в Сибирском федеральном университете проходит Кубок ректора по мини-футболу. В финале встречаются лучшие из лучших – команды Левхам и Факел. Но прежде чем прозвучить стартовый свисток, давайте узнаем, что финалисты ожидают от главной встречи турнира. Ощущение? Ну, страшно было. Все-таки соперник очень сильный как бы. Ну, соперник нам был хорошо известен, так как знаем ребят, играем в одной команде с некоторыми. Знали, что будет очень упорная игра, недооценки никакой не было. К участию в Кубке ректора допускаются команды каждого курса, институтов, преподавателей и сотрудников университета. Нынешний розыгрыш Кубка ректора стал зрелищнее по сравнению с прошлым годом. И в этом году турнир получился на самом деле очень таким сильным. Команды все были плотные. И, к примеру, финалисты, прошлогодние финалисты, они даже не вышли в финал. Прошлый год мы играли чисто кубковой, в этом году до двух поражений. Она более правильная, все-таки для этой команды могли встретиться на начальной стадии. А так две сильнейшие команды и встретились на финале. В упорной борьбе команда «Факел» одержала победу со счетом 2-0. После матча участники делятся мнениями об игре. Просто не забили свои моменты, а «Факел» воспользовался, забил. Ну, не получалось нас забить, не складывалась игра в атаке. А так мы доминировали на поле. Пацаны у нас постарше, играют подольше. Ну и вместе играем уже тоже очень долгое время. Поэтому я думаю, что результат такой. Футболисты награждаются заслуженными медалями и Кубком Ректора. Мы желаем им успехов на грядущем чемпионате Европы среди студентов. За финалом Кубка Ректора наблюдали Сергей Чернов, Сергей Захаров, Илья Александров. Новости ТВСФУ. Это были новости Сибирского федерального университета. Передаю слово телеканалу «Просвещение». Вот и подошел к концу сегодняшний выпуск информационной программы «Медиакарта» Большой школы России. Я благодарю всех коллег, принимающих участие в его создании. Если ваш вуз хочет стать участником проекта, пишите нам или на почту mapsobaka.prosv.tv. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова